Пошли, 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 пошли. Ротоподъем. Время проверить себя в ринге. Хук слева, хук справа. Проход в ноги, бросок. Нельзя так просто взять и победить в поединке. Эти бойцы занимаются рукопашным боем в среднем по 5-10 лет. Потому и уровень мастерства столь высок. Здесь несколько факторов. И умение правильно распределить силы, умение тактически переиграть противника, потому что действительно боец должен думать прежде всего. Ну и уже в армейском рукопашном бою, в общем-то, очень большой арсенал, набор приемов. Поэтому, я говорю, сочетание их, вот это вот самое важное. Полный зал зрителей, и каждый переживает так, как будто сам находится в бою. Может показаться, что бойцам это мешает. Однако многие находят в такой поддержке невероятную мотивацию. Они, наоборот, подряд. Это так же, как музыка перед боем. Адреналин вырабатывается. Вот и все. Желание, самое главное желание. Пока молодой, как говорится, надо себя искрубить. Вырвать победу друг у друга готовы 300 представителей сухопутных войск Российской Федерации. Бойцы хотят показать подрастающему поколению, что армия – это далеко не бесполезное времяпрепровождение. Сейчас активно идет внедрение среди гражданского населения норм и нормативов готовых к труду и обороне ГТО. И, конечно же, в вооруженных силах придавать надо большое значение физической подготовке. Но где можно себя проверить? Только на соревнованиях. По итогам всероссийской спартакиады победу одержали бойцы 36-й армии, дислоцированной в Бурятии. Впереди у солдат заслуженный отдых и до боли привычные тренировки. Илья Бельков, Андрей Дармаев. Новости дня.